1 миллион 140 тысяч рублей – сумма по налогам, которую задолжали жители Батаевки. Сегодня, по словам начальника налоговой инспекции, долги имеют более половины населения. При этом злостными неплательщиками сельчан назвать нельзя. В их защиту выступил глава сельсовета Андрей Франчук. По его словам, более половины за должности – транспортный налог. Его не платят люди, которые живут за пределами села. Похожая ситуация и с земельным налогом. К тому же почти половина неплательщиков задолжала государству всего по 500 и менее рублей. Есть и те, чей долг составляет всего 10 рублей. Это, видимо, хвостики в виде пени, когда производили уплату не в установленный срок, а позже. Соответственно, взяли квитанцию сегодня, пошли в банк, заплатили. Три банковских дня идет платеж. За это время могла набежать эта пеня. Для того, чтобы такого не было, нужно просто вовремя исполнять свои обязанности в установленный срок. И это, кстати, обезопасит и от других платежей дополнительных. Однако с тем, что долги взыскивать нужно, глава сельсовета согласен. Ведь эти средства идут на развитие Батаевки. Благодаря гостям, приехавшим из районного центра, сельчане узнали о процедуре получения пенсии по новому законодательству, изменении статуса предпенсионника, размерах пособия по безработице. А вот вопросы, касающиеся вывоза мусора, жители могли задать сотруднику экоцентра. Хотя ответы на то, как сделать село чище, люди предлагали и сами. Ну, мусор, конечно, везде валяются, вроде и вывозят, а собаки, самое главное, и коровы. Вот их надо, хозяева, привлечь. Собак не привязывают, коровы, лазят туда, туда же еду кидают же люди. Они вот так вот, все, и самое. Поэтому мусорные проблемы все-таки не имеют. Да, да, да. А вообще, как компания убирает? Насколько часто? Ну, мне кажется, убирает хорошо. Я часто вижу, потому что мимо нас тут проезжает, я не жалую себя. Хотя я и не таскаю, у нас, мы вдвоем с мужем живем, у нас таскать нечего. А с водопроводом что-нибудь у нас будет делаться или нет? Мне кажется, еще год, и наши колонки перестанут работать. Их затапливают, их заливает вода. У нас нет работников, пожарников посылают, они там откачают, но они же не будут их обсыпать и обрабатывать. Водопровод в селе новый, трубы в хорошем состоянии, а вот задвижки нужно поменять, да и технику прислать, чтобы произвести обсыпку. Алексей Кириллов поручил главе села предоставить весь перечень необходимых работ, а своему заместителю проконтролировать их выполнение. Состояние дорог – отдельная тема, которая волнует жителей практически всех сел, и конкретно Батаевки. Понемногу приводить дороги в порядок будем, сказал глава района. В этом году на ремонт дорожного полотна в Батаевке планируется выделить 800 тысяч рублей. Светлана Андарева, Виталий Просочкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ